Этот жгут вывалится из вас и будет напоминать глиста. И вы будете говорить, у меня так глист выпал, фиглист. Вот, поэтому те, кто боятся паразитов, еще раз говорю, и то, что из вас вываливается, это всего лишь лимфопротоки. Между прочим, Дима Гороховский написал замечательную книгу, он там, вот псевдоним, Сергей Иванов, может он разозлится, что его назвал настоящим именем, не знаю. Ну, мне кажется, странно, должно знать героев в лицо. Есть книга его, замечательная, которая написала про это все дело. И он там все это прекрасно, замечательнейшим образом описывает, где-то с сарказмом. И существует уже целое направление, ребята, так называемых шлангопоперов, которые занимаются нужным делом и имеют практический опыт, которые, блин, я не знаю уже, от чего только не поизбавлялись. Молодцы. Целая есть закрытая группа для тех, кто прочитал эту книгу. Там пока 160 человек, но я считаю, что это уже немало, это дофига. Вот. И причем все не практики. Теперь, что делать? Что предложил Дима? Все очень просто. Есть такая фигня гидроколонотерапия, да? Которая стоит хрен знает сколько денег. Так вот, он предложил гораздо проще все. Для тех, кто не знает, что это такое, объясню. Это шланг, который присоединяется к душу. Вот здесь он прикручивается, вот здесь присоединяется сама насадка для душа. Она откручивается и образуется вот такой шланг. И все сразу думают, ой, этот шланг надо в задницу засовывать. Не, ребят. Вам бы в голову очень засунуть, те, кто у меня это спрашивает. Ну да ладно. Я терпимый нынче. Просто накопилось. Я уже все решил высказать, как всегда, как я люблю эмоционально. Вот. Так вот, что надо делать с этой хренью? Очень просто. Воды, температура и тело. Мы подаем, как говорится, напорчик. Вот они, ваши булочки. Здесь чудесное отверстие. Не нужно никуда ничего вставлять. Фишка в том, что вода, поступаемая из крана, является, скажем, уже самым по себе напором. И вот эта штука, которую вы приставляете, приставляете, еще раз скажу, приставляете. Сюда вода сама заходит туда. Это гораздо удобнее всякой клизмы, потому что вам ничего не нужно ссывать в свое анальное отверстие. И, соответственно, оно у вас целое. То есть оно не повреждается. Это очень важно. Чем это больше мне нравится преимущество, чем у чаши эсмаха той же. Если те, кто говорит, я боюсь водопроводной воды, так как кишечник всасывает воду, да, я соглашусь. Ну, ничего страшного нету. Идете к сантехнику, просите входные фильтры вам поставить нормальные. И все, и у вас все образуется ништяк. Боитесь кипятить 10 литров, 20 воды, потому что ту двухлитровую вещицу, которую вы хотите в себе сунуть, она может помочь вам только в первых пару случаев, пока у вас там все забито, чтобы вы дорожечку пробили немножечко. Как говорится, сюда, да. И происходит буквально следующее. Когда вы шлангом начинаете мыться, у вас сначала влезает, там, я не знаю, пол-литра воды, литр-два, да, сложно, потому что здесь все забито. Потом больше, потом больше, потом больше. До 8-10 литров очень даже просто. Очень даже просто, ребята. Что происходит в итоге? Скажу итог. Это вот просто я так уже за лимит времени выбился. Ну, тема просто сама по себе долгая, поймите. Что происходит? Вы очистили отстойник со временем, да? Это делается не день, не два, не неделю и не месяц. Это целая, можно сказать, жизнь. Но, извините, вы организм тоже закакивали очень долго. И когда вы освобождаете вот это вот дело, все, у вас начинает освобождаться со временем тонкий кишечник. И уже там можете магниевой солью, какой я там забыл уже, можете касторкой чистить, можете, вот я свеклу, допустим, ел. У меня после этого как тонкий кишечник прорвал, он все схлынуло. Вот, свекла очень хорошо помогает. Что после этого делать? Самое главное. После этого вам не будет хотеться есть. А еда, ну, про это отдельное будет видео, на самом деле это самая наркота. Я вам говорю, как наркоман бывший. В каком плане наркоман? Я курил, пил алкоголь. Я считаю это наркомания. Потому что я проходил вот эти все состояния, можно сказать, которые ломки там после сигаретной, да, там после алкогольного похмелья. Я уже полтора года не пью, не курю и не собираюсь к этому возвращаться. Я забрался с этим. Так вот, я скажу, что еда это то же самое. Еда это тот же наркотик. И то, сколько мы едим, это вообще плохо очень. Но суть не в этом. Суть в том, что пока вы это все делаете, вам не будет хотеться есть, но привычка останется. И фишка в том, что надо постепенно, все равно, без перехода на правильное питание, на середине, у вас, конечно, это все пустой труд. Если вы потом все это с мясом отшлифуете, можете не начинать. Ну, хотя нет, начнете, все равно легче будет. Что делается, что происходит, что потом делать надо? Нужно пить травы, отвары ромашки, там череды, чего хотите. Он накупил у меня целый этот. Я просто в этом году не заготовил, а вот который будет год сейчас, вот 2014, я заготовлю ромашку, череду, там сам нарвут то, что надо. Буду делать и полынь, и пижму, и гвоздику, сам тройчатку сделаю. Если уж те паразиты там и будут, они все равно нафиг подохнут. Потому что я их так и так оттуда выживу, если они там есть. Но не этого я боюсь. И вот за 3-4 месяца этой чистки с перерывами, с образованием привычки, я как всегда со своими методами пошел, я определился следующим. Что это очень необходимая процедура лично для меня. И я не буду ее прерывать по одной простой причине. Потому что она действительно ведет к выздоровлению, к выздоровлению в ее первоначальном виде. И когда у меня очистится вся эта бодяга, у меня будет нулевый организм. Ну, нулевый вряд ли, да, но скажем так, это достаточно болезненный процесс со временем будет. Потому что идет перестройка реально тела, просто перекройка тела нафиг. Такая перестройка, что мама, не горюй. И, ну, это того стоит. И я вам скажу, что не повторяйте за мной, еще раз повторюсь, да? Не повторяйте, не делайте. Но то, что я вам уже рассказал, я думаю, не оставит ваши мозги равнодушными. Я уверен просто-напросто в этом. И прекратите донимать меня чисткой соды от паразитов. Потому что уже это не актуально. Для меня это был шаг, повторюсь, шаг и очень важный шаг. Я не жалею, что я сделал эту чистку содой, потому что это первый раз в моей жизни было такое, в общем, такое, значит, такая экзекуция, не знаю, как это назвать, да? Такой ритуал, что ли, который помог мне осознать, с чего все, как это все выглядит. Если вы сделали эту чистку, ничего страшного с вами не будет. Люди соду, я соду до сих пор иногда бывает попиваю, но все, меньше и меньше. Вот, люди пьют, чистятся. То есть хуже вы никогда не сделаете это, ну, от этого вы хуже ничего не сделаете. Будет только лучше. Ну, опять же, не надо без фанатизма, а то мне один написал, что он 8 ложек соды зафигачил в столовых, ему там плохо стало, я, говорит, не могу держать дольше одной минуты. Ну, это, знаете, вот всегда любой человек посмотрит мое видео и 100% опять не поймут, опять будут писать, да фиг с ним, пусть пишут, не жалко. Фишка в том, что есть такая классная поговорка, в свое время у меня мама вообще кладезь этих поговорок, молодец. Она говорит, научи дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. И вот я всегда говорю, что если у вас тыковки на плечах нету, вы сами думать не умеете, и ту идею, которую я вам заранил, она уже должна поломать ваши головы, да. Но если она вам не поломает, то вы сами себе сломаете, потому что если у вас тут нету ничего, то, извините, не будет. Болейте или выздоравливайте. Свобода воли и выбора, она в этой вселенной самый главный закон. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Если нет, ищите и найдете, стучите, вам откроют, спрашивайте, вам ответят. С вами был Константин Гражданкин, всего доброго, пока.